Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов, теплица социальных технологий и Change.org. Мы выяснили, что сообщество помогает вам, а вы помогаете сообществу. Это такая взаимная моральная поддержка. А теперь о практической части. Как сообщество может помогать в ведении кампании и продвижении петиции? Чтобы петиция шла вперед, вам нужно приглашать своих подписантов к участию в различных онлайн и оффлайн акциях, пытаться получить ответ от адресата, привлечь внимание СМИ и так далее. Таких тактик очень много и важно подбирать конкретную тактику к нужному моменту. Поэтому следите за новостями и реагируйте на них вовремя. Организуйте акции в важные даты, следите за высказываниями адресатов и как толка появится комментарий по теме петиции, реагируйте обновлением или акцией. Почему это важно? Подходящий момент и срочность всегда мотивируют людей. Кроме того, это может вам помочь обратить внимание СМИ на вашу акцию. Мы обязательно приведем для вас несколько примеров в этом курсе. Так, Аня, ты рассматриваешь в некотором смысле идеальную ситуацию, когда тема, что называется, животрепещет, будоражит умы и привлекает внимание СМИ, типа, экологическая катастрофа в Норильске. А что, если речь идет о каком-нибудь доме престарелых в небольшом райцентре, до которого никому нет дела? Кстати, интересно, что часто именно такие темы находят большой отклик у наших пользователей, потому что люди хотят помочь независимо от того, о каком городе идет речь. Но возвращаясь к твоему вопросу. Нужный момент для обращения к вашим подписантам вы можете создать сами. Почему бы, например, не превратить первую тысячу подписей в повод для написания массовых обращений к адресату? Главное, все хорошо аргументировать и дать подробную инструкцию вашим подписантам. Помните также, что скорее всего одна акция не приведет вас сразу к победе. Поэтому не надо сдаваться и придумывать следующие шаги. Не бойтесь пробовать, будьте настойчивыми. Чтобы победить, важно создать именно такую ситуацию, в которой вашу проблему дальше игнорировать уже невозможно. Так, послушай, давай попробуем как-то все систематизировать, перевести на язык теории. Какие могут быть тактики? Примеров различных тактик множество. Давайте начнем с тактик, которые авторы применяют, чтобы привлечь внимание адресата к петиции и добиться его ответа. Что сделать, чтобы адресат узнал про вашу петицию? Не стоит ждать, что он сам заметит ее. Лучше всего рассказать ему про петицию и попросить ответить на нее. Конечно, одно ваше сообщение может затеряться в ящике адресата. Поэтому лучше к написанию писем привлечь всех ваших подписантов. Таким образом вы покажете, что вы не одни. Ваши требования поддерживают десятки, сотни или тысячи людей. Игнорировать это уже будет сложнее. И сразу пару практических советов для вас. Конечно, надо сделать такую акцию максимально простой для подписантов. Для этого найдите все публичные рабочие контакты и соцсети адресата. Укажите их в тексте обновления. Напишите образец обращения. Это сэкономит время подписантов. Опишите пошаговую инструкцию, как отправить это сообщение. Попросите сообщать в комментариях, если люди получили какой-то ответ. Хороший пример такой акции, которая как раз привела к победе компаний, это написание обращений к губернатору Астраханской области в защиту незрячего инвалида, которого выдворили из общежития. Автор ПТТ, Дмитрий Крайнов, просил подписантов писать губернатору через соцсети и интернет-приемную. Пользователи активно приняли участие в акции и даже начали получать ответы от чиновника. Вопрос будет решен. Пару недель спустя молодой человек встретился лично с губернатором и получил новую квартиру. А если проблема очень срочная, можно устроить телефонную акцию, как это сделала автор ПТТ, Наталья Ашерова, когда подписанты звонили в Минздрав прямо накануне заседания о регистрации жизненно важных лекарств. Вы также можете организовать встречу с адресатом и передать ПТТ. Мы позже расскажем об этом подробнее. Вторая интересная тактика, которая все чаще применяется автором ПТТ, это флешмобы и онлайн акции. Пример. Совсем недавно широко разошелся по соцсетям флешмоб «Я не чемодан, я не багаж», который помог привлечь внимание к ПТТ Анастасии Штейн с требованием к аэрофлоту сменить статус животных при переезде с багажа на пассажира. Анастасия попросила своих подписантов выкладывать в соцсети фотографии своих питомцев со специальными хэштегами и короткой ссылкой на ПТТ. Об акции писали многие СМИ. К флешмобу присоединились также блогеры и даже один депутат. Так, резюмировая, можно сказать, что сообщество может участвовать в привлечении внимания адресата к проблеме путем прямых обращений к нему, либо привлекать внимание к петиции посредством различных онлайн акций. Отлично. О других тактиках мы поговорим в следующем видео.